В таком виде пилотов крупнейшей немецкой авиакомпании обычно не встретишь. В форме, но на земле, на совместной прогулке перед офисом Люфганзы во Франкфурте на Майне. Там на этой неделе неоднократно собирались не только летчики, но и штрейхбрехеры. Так пилота в среду встречал наземный персонал авиакомпании. В руках у них одинаковые напечатанные плакаты с надписями «Хватит бастовать, договаривайтесь сейчас». Но в интервью штрейхбрехеры, естественно, не признаются, что нападать на коллег их попросило начальство. Мы не выступаем против наших коллег, мы просто хотим показать нашим клиентам и обществу, что мы такие же, как они. Мы считаем, что «хватит бастовать», нужно садиться за стол переговоров или идти в арбитраж. Мы понимаем, почему пилоты продолжают акцию протеста, но недельная забастовка – это уже достаточно. Руководство Люфганзы использует разные способы, чтобы надавить на пилотов. Сначала менеджмент пытался в суде добиться запрета забастовки. Но судья не нашел в действиях профсоюза ничего противозаконного. А летчики, не услышав интересных предложений от начальства, продлили стачку. С нашей стороны я могу сказать, что руководство компании готово к переговорам в любое время. И мы будем продолжать работу в поисках компромисса, который устроят обе стороны. Мы уже сделали несколько предложений, но профсоюз пилотов отклонил их и объявил о продолжении забастовки. Наши каналы связи всегда доступны, мы всегда готовы к диалогу. Если руководство сформулирует для нас интересное предложение, мы сразу будем готовы обсудить и его, и приостановку забастовки. Но сначала мы хотим услышать хоть что-то, что напоминает компромисс, а не ультиматум. Затягивание забастовки на руку профсоюзам, но невыгодно компании. Люфган затеряет около 10 миллионов евро в день. Пилоты же ничем не рискуют. Не уволить, не наложить на них штраф руководство не имеет права. Сотрудники получают обычную зарплату, хоть и не работают, просто сидят в офисе. Летчики далеко не единственные, кто бастует в Германии. На этой неделе снова не вышли на работу учителя в Саксонии. Они борются за равные зарплаты. Большинство учителей в Германии приравнены к госслужащим. Такие преподаватели больше получают, у них больше пенсии и есть другие бонусы. Мы хотим добиться равноправия в школах, чтобы учителя, работающие по договору, не были ущемлены в своих правах. Бастуют и сотрудники крупнейшего интернет-магазина Amazon. Те, кто упаковывает ваши покупки, не вышли на работу даже в Черную пятницу. Популярный день сетевых распродаж. Мы всегда говорили и говорим, пока Amazon не утвердит единую тарифную сетку для всех сотрудников, они должны рассчитывать на новые забастовки. Но когда именно будет следующая стачка, мы объявим только накануне. Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi – один из самых крупных не только в стране, но и в мире. Почти два с половиной миллиона членов, современный офис в центре Берлина, собственный интернет-телеканал, который снимает репортажи, фильмы и социальную рекламу на профессиональном уровне. Это очень красиво! По Амазону есть просто все, кроме тарифов. Юрист Александр Бридерик объясняет, профсоюзы, особенно такие крупные и богатые, знают, чего хотят и как добиться поставленных целей. Трудящиеся в Германии бастуют, потому что могут себе это позволить. Безработица в стране низка, как никогда. Во многих сферах сотрудников не хватает. В такой ситуации профсоюзы пытаются диктовать менеджменту свои условия. С переменным успехом. На одном предприятии в Германии часто бывает несколько профсоюзов, и все хотят бастовать. И не получается, как раньше, договориться с одним профсоюзом и решить проблему. Нужно искать компромисс со всеми, и это очень непросто. Но искать компромисс приходится постоянно и менеджменту, и самим профсоюзам. Пилоты Люфтганзы решили вернуться за штурвалы самолетов. Повышение зарплаты на 22%, как они хотели, добиться не удалось. Но в общей сложности плюс 5% к окладу, и единовременная выплата, размер которой не уточняется, скоро появится на их счетах. А это значит, что, по крайней мере, какое-то время летчики бастовать не будут. Александр Майский, Кирилл Бутырин, Александр Гуркова, РТФОД, Берлин.